Топ американских снеков. Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим, какие же они американские снеки и насколько они отличаются от привычных для нас снеков. Так что заваривайте чаек, усаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, я набрала для обзора целую кучу американских снеков. Что-то из этого мы уже пробовали, что-то нам понравилось, что-то нам не понравилось, а что-то я сегодня буду пробовать впервые. Я составила небольшой топ снеков, по моему мнению, по мнению интернета, и мы начнем с самого конца. На последнем месте я поставила Sugar Cookies. В Америке они очень любят такие куки. И давайте посмотрим. Я выбрала просто обычный No Name, это бренд Walmart, это сами они выпекают. Просто сахарное печенье. И цена в среднем 5 баксов. Но я посмотрела просто в интернете, потому что, честно, я не помню, сколько они стоили в магазине, именно в пекарне. Можно найти дешевле. Выглядят простенько, бледненько. Запах, ну, как печенье. Фишка американской выпечки, сладостей американских. Они везде пихают в высокофруктозный кукурузный сироп. И многое, многие сладости, и выпечка, торты и так далее, очень сладкие. Но я, кстати, ни разу не пробовала такие печеньки. Давайте посмотрим. Просто обычная печенька. Чувствуются кусочки сахара, как будто он не растворился. Но, в принципе, Sugar Cookies, я думаю, они, когда замешивали тесто, они не сильно нацелены были на то, чтобы сахар растворился. Немножко хрустит сахар. Кстати, не могу сказать, что печенье сильно сладкое, если сравнивать там с другими какими-то сладостями. Я думаю, из-за того, что оно называется Sugar Cookie, и они сюда положили обычный сахар. Вот за счет этого, как бы, они сыграли роль, что оно не сильно сладкое, не притормозадкое. У нас сегодня в списке будет еще много сладостей и печенья. Вот будет интересно сравнить. Правим это пока в сторонку. Следующим по списку идет другое печенье. Это Peanut Butter Cookie. Это арахисовое печенье с арахисовой пастой. Я взяла бренд тоже Walmart. Есть разные печеньки. Я выбрала именно вот такую форму. Интересно посмотреть. Стоили они 2 доллара 78 центов. Рассыпала. Только открыла пачку, сразу пахнет арахисовой пастой. Здесь просто какой-то, я не знаю, на эту арахисовую пасту она везде. Реально, вот это Peanut. Ну и, кстати, у многих американцев жесткая аллергия на арахис. Пахнет вкусно. В целом, вот такие вот печеньки. Ну, форма похожая на Oreo. То есть, две печеньки и между ними Peanut Butter. То есть, сам Peanut Butter, он не сладкий. Хотя нет, они что-то добавили в какой-то сироп. Либо печенька самая сладкая, а Peanut Butter не сладкий. Давайте попробуем вот так сделать. Интересно. Типа просто они арахисовую пасту положили, или все-таки ее подсластили. Да. Они подсластили, сразу чувствуется, сразу чувствуется сладость. На то оно и печеньки. Ладно, дальше. Следующее в списке это Ritz Crackers. Просто крекеры. Мы такое брали, такое берем. По составу я не могу сказать, что они прям супер классные. Но иногда хочется, и если не выбирать, там что-то вот сейчас на столе там лежат, всякие чипсы. То крекеры как бы выигрывают немножко. И их цена 2 доллара 48 центов. Я взяла небольшую пачку, а есть, естественно, больше, больше, больше. О, кстати, прикольно. Вот такая маленькая упаковочка. А те, которые побольше пачки, там, ну, вот такие отдельные упаковки. В принципе, вот так для снэка очень удобно взял. Правда, кстати, интересно, знаете что, порция 5 крекеров. То есть, это где-то треть, треть упаковки. Я думала, ну, типа, мало ли они по порции расфасовали, было бы прикольно. И представьте, вот в такой маленькой штучке 210 калорий. Ну, давайте пробовать. А я их совмещала, кстати, с вареньем. У меня было клубни... ну, не варенье, а как это называется? Спред. Клубничный спред. Они сами солененькие, спред сладенький. А, окей. Короче, я взяла оригинал. Они чуть-чуть солоноватые, чуть-чуть хрустят, достаточно мягкие. Это есть со вкусом сыра. Последний раз, мне кажется, мы брали со вкусом сыра. Состав не могу сказать, что классный. Но этот бренд, как бы, достаточно известный здесь. Я буду так в сторонку все отставлять. Друзья, ну, а если вам нравится такой контент, и вы бы хотели чаще видеть видео именно в таком формате, и если у вас есть желание поддержать канал, то вы можете стать спонсором. В самой крутой версии спонсорства вы вообще можете участвовать в выборе тематики следующего видео. Так что, если вы хотите поддержать канал, я буду вам благодарна. Следующее – это печеньки. Они называются Oatmeal Raisin Cookies. Обсяное печенье с изюмом. Вот такая пачка стоила 3 доллара 79 центов. Печеньки. Я, честно, не очень люблю с изюмом печенье. Пахнет специями. Оно достаточно мягкое, такое, не хрустящее. Вот так вот ломается, разваливается. Немножко кислинка есть за счет изюма. Здесь же прямо же видно вот эти хлопушки овсянки. Я думаю, с молоком очень вкусно, но оно сладкое. Если вспоминать овсяное печенье, которое в России было, оно, во-первых, плотнее, оно не такое сладкое. Я, допустим, люблю макать печеньки в молоко, но оно достаточно мягкое, оно просто развалится. Буду доедать. Отправляем в сторонку. Чем выше идем, тем интереснее будет. Следующее, это шоколад Hershey's. Я не знаю, точно правильно я произношу или нет. У меня дома завалялись. Это не наш самый любимый шоколад. Вот именно этот бренд очень часто используют в сморсе. Это классическая американская забава, так скажем. Допустим, уходишь в кемп или куда-то, берешь крекеры, берешь маршмеллоу, берешь шоколадку, нагреваешь маршмеллоу на костре, печенька, маршмеллоу, шоколад и сверху еще одна печенька. Это молочный шоколад, мне почему он не нравится, он приторный. Состав небольшой, нормальный шоколад, пока что в Америке именно американский шоколад я не встречала. Это либо какой-то немецкий, либо швейцарский бренд. Вот как-то здесь тяжело с шоколадом. Нашла в интернете цену, где-то доллар 25 центов стоит вот такая маленькая штучка. Итак, посмотрим по вкусу. Из-за того, что он подтаял немножко, здесь вот так все разлетается. Внешний вид, вот такие маленькие, с брендом, то есть небольшой бренд здесь написан, ахешейс. Ну, не так плохо напоминает шоколад от M&M's. Вот в M&M's, молочном M&M's, как будто вот прям точно такой же шоколад. В самом начале он приятный, до послевкусия, честно, мне вообще не нравится. Оно прям немаслянистое, непонятное. Ну, давайте уберем. Следующее по списку, это любимые американцами арахис. Я ни разу не пробовала такой арахис. Он такой в баночке я выбрала. Вкус, там были несколько вкусов. Этого же бренда, это называется Planters, Planters Peanuts. Были разные орешки, побольше банки были. Cashew, almond. А я взяла chili lime. Кстати, вот именно вот с таким вкусом они маленькие упаковочки делают. Такая упаковка стоила 1,92$. Ну, давайте откроем. Я прям чувствую lime. Chili пока не чувствую. Chili, я думаю, остринкой будет отдавать. Какой-то здесь арахис непочищенный, недочищенный. Какой-то дочищенный, уже наполовинке разваленный. На многих вещах, где есть остринка, пишут такую шкалу специальную, насколько это остро. Средняя острота, для меня средняя острота обычно сильно остра. Но не во всем. Здесь нет такой шкалы. Просто вот интересно, насколько оно будет. Chili. Вау, ребята, я не люблю арахис от слова совсем. Здесь сразу ты когда кладешь, ты сразу чувствуешь кислинку от лайма. Потом ты чувствуешь арахис. И после вкуса, это Chili, он уже начинает жечь на кончике языка. Мне нравится. Реально. Вот сочетание я не ожидала. Слушайте, я возьму себе на заметку. Я реально, я не люблю арахис. Я очень редко ем арахисовую пасту. Но вот это на снэк. Вау. Очень классно. Пока что я довольна. То, что было в конце списка, это не в моем топе. Вот это я бы, наверное, если бы до этого попробовала, я бы чуть повыше поставила. Следующая по списку идет типа детская сладость. На самом деле это вот так называется Sour Patch Kids. Это типа мармеладки. Sour значит они кислые. Там же и сладкие. И там же куча красителей. Ни разу я их не пробовала. Я пробовала похожие мармеладки. Типа червячки. Они тоже кисло-сладкие. Но именно этот бренд я не пробовала. Цена доллар 18 центов. Были и побольше пачки. Я взяла маленькую, потому что я уверена, что мы такое есть не будем. Небольшая упаковочка. Сами видите, какой цвет. Очень-очень яркий. Особенно синий, честно. Красный, желтый, зеленый. Как-то еще можно достать из каких-то продуктов. Но синий цвет. Здесь есть стрелочка, по которой я попробую открыть. Очень кисло. Прям в самом начале. Ох. Вот здесь был лайм. И оно не было так кисло. Наверное, за счет того, что кисло, сладко. Оно совмещается, и оно как будто усиливается вкус. В принципе, как обычные стандартные червячки. Ничего необычного. Единственное, вот красители, честно, жесть. Я бы такое не брала. Особенно детям. Не знаю. Ну, на самом деле, дети любят всякое такое. Разноцветное. Мы скоро дойдем до кое-каких снеков. Вот от них прям рот потом оранжевый. Следующее по списку. Другие крикеры. Они называются Cheez It. По названию сразу понятно, что они будут с сыром. Я взяла White Cheddar, потому что Yellow Cheddar, в принципе, мы пробовали уже. White я не пробовала. Такая упаковка стоила 2 доллара 98 центов. Подушечки достаточно небольшие. Кстати, интересно будет сравнить. В Америке все, что изображено на упаковке, они типа делают иногда такую помарочку, что типа это не натуральный размер, то есть не настоящий размер. Типа увеличено для того, чтобы показать детали. Потому что, ну, я думаю, что просто могут засудить люди за то, что, ааа, вы показали не тот размер. Но здесь, да. Ничего я и говорила. Да. Да, потому что, видите, настоящий размер и размер на картинке. Кстати, я недавно искала крекеры, и я руководствовалась таким же принципом. Я искала вот такую маленькую надпись увеличено ли, потому что, если этой надписи нет, то, скорее всего, на упаковке реальный размер. Итак, я, кстати, один раз только пробовала здесь белый чеддер. Обычно мы покупаем обычный чеддер. Именно сыр я имею в виду. Но крекеры я еще не пробовала. Пахнут так. Не могу сказать, что сыром пахнет. Больше пахнут крекерами. Но послевкусие приятное. Вначале крекер, потом кисло. Сырный вкус почти в конце. А в самом конце просто кисло. Не знаю, не могу сказать, что эти крекеры будут в моем топе. Но, когда чего-то хочется, то, наверное, пойдет. Итак, чем выше идем, тем интереснее. Следующее. Рафлс. И это чипсы. Рафлс, потому что они такие рифленые. Выбрала вкус сэркрим-онион. Это сметана-лук. В принципе, это мой самый любимый вкус. Были еще какие-то барбекю вроде. Были оригинал. Оригинал я посчитала, что вообще нет смысла брать. Интересно со вкусом попробовать. Такая пачка стоит 3 доллара 98 центов. Жесть. Пахнет вкусно. Ну, как чипсы, в принципе. Здесь также очень много разных чипсов. Чипсы лейс. Не все вкусы, конечно. Лейс я очень любила чипсы с крабом. Здесь таких нет. Но именно лейс нет с крабом. Один блогер как-то показывал, что... Что вы жалуетесь, что нет с крабом? Он показывал, он, кстати, кажется, фритас. Либо какие-то чипсы. Но он показывал в таком маленьком магазинчике. То есть в крупных сетях таких чипсов нет. В маленьких магазинчиках в некоторых есть какие-то экзотические вкусы. Даже не у чипсов. Там газировка какая-то другая. Может быть разные там шоколадки с разными вкусами. Возможно, просто непопулярно. Вот такой вкус популярный. Кстати, еще что я забыла сказать. Самый странный вкус, который мы здесь пробовали у чипсов, это вкус уксуса. Когда мы первый раз пошли за чипсами, мы увидели на пачке написано vinegar. И я думала, интересно, со вкусом винегрета? Не знаю, почему я так подумала. Но просто увидела какое-то слово, думаю, наверное, должно быть вкусно. И это просто были чипсы с уксусом. Это такая кислятина. Такое... Я не знаю, почему они здесь так популярны. Я видела такой вкус не только у одной линейки. И у Lace, кажется, тоже есть. Это кошмар, честно. Вот это самый нормальный вкус. Хрустят. Чем-то похоже на... В линейке Lace есть такие тоже рифленые чипсики. Но нет, те чуть пожестче. Эти помягче. Да, вкусные. Почти за 4 доллара их тут... Ну вот. Вот такая маленькая пачка. За 4 доллара это... Блин, извините. Здесь, по факту, одна-две картошинки. 4 бакса. Кошмар. Следующая по списку это Doritos. Химия нереальная. Я выбрала вкус Nacho Cheese. Здесь такая N. Как будто это P. И я постоянно читаю PASNO. Глупости, конечно, но... Эти чипсы также стоят 3 доллара 98 центов. Да, цвет, конечно, химозный. Форма, кстати, у них. Они не совсем... Это как кукурузные чипсы. Форма вот такая, треугольнички. Но видите, да, они все в такой посыпке. У меня аж на руках остается. Оно оранжевое все. И, возможно, оно будет острое. Я специально не брала острое. Там были какие-то экстра чили, что-то такое. Я сильно острое, не сильно люблю. Но здесь остринки, кстати, не хватает. Чисто сырный вкус. За счет, наверное, вот этой посыпки. Никакого нормального послевкусия. Тоже объем. За 4 бакса. Вот такой небольшой объем. Кошмар. Ну, на самом деле, если делать пока что промежуточный итог, я бы, наверное, какие-то вещи поставила ниже. Вот это бы явно я бы поставила, наверное, в пятерку лидеров. Но еще поднимемся повыше. Но вот это очень вкусно. Все остальное по полезности, по вкусу, ни то, ни сё. Чипсы были, да, чипсы были вкусные. Следующее это печенье. Фирма Chips Ahoy совместно с Hershey's. Это достаточно популярная фирма. Не только фирма, но и вообще именно тип печеньки в Америке. Chocolate Chip Cookie. Упаковочка такая удобная, что можно потянуть. Да. Красивенько открылась. Вот такие они небольшие. Есть другие бренды, но это достаточно популярный бренд здесь, поэтому я его взяла показать вам. Здесь продаются отдельно именно Chocolate Chip. Это просто вот такие маленькие капельки шоколада. И если вы хотите сделать свое печенье, вы просто можете купить уже готовые вот эти вот штучки и сразу ставить. Здесь, ну, вам, наверное, не будет видно, она немножко расплавившаяся. Она как башенка такая небольшая. Кстати, забыла сказать, вот такая маленькая пачка стоила 3 доллара 78 центов. Это что-то типа Sugar Cookie, но просто в него добавили еще шоколад. Очень сладко, оно не сильно хрустящее. Не могу сказать, что мне прям это нравится. Печенье как печенье. Достаточно сладко, еще тем более совместно с Hershey's, у которого шоколад тоже сладкий. Короче, too much сахара. Мы вошли в десятку лидеров. Уже поменьше всего стало. Следующее. Это Cheetos. Цена такая же, 3,98. Я знаю, что раньше в России тоже были Cheetos, но я не видела вот таких. Я небольшой фанат их, потому что тут достаточно много красителей. Напишите, пожалуйста, в комментарии, есть у вас сейчас вот такие? Были ли они вообще изначально? Это называется Crunchy, то есть они хрустящие. Я один раз пробовала, вот о чем я говорила. Американские дети с оранжевыми языками. Они супер оранжевые. Я даже вот так, наверное, сделаю. Просто это настолько нереальный цвет, настолько просто. Пахнет, кстати, пальмовым маслом. Растет приятно, просто кукурузные. Самая кукурузная, но вот за счет вот этой сверху посыпки вкусно. Но вкусно оно и за счет того, что наш мозг реагирует на хруст, на соль. И здесь усиделители вкуса 100% есть, потому что оно прям сильно насыщенный вкус. Мозгу это нравится. И пачку можно съесть вообще очень быстро. Но кошмар реально, ребята. Состав, кстати, большой. Я даже боюсь читать. Но тоже за... Примерно, кстати, одинаково они делают. За 3,98 вот примерно у всех вот пачки вот такие небольшие. Я не знаю, за что такие деньги. Следующее у нас фритос. Короче, это не картофельные чипсы, это кукурузные. Но у них форма такая необычная, как... Не как у Дорита, знаете, треугольничком. Читос, они вот так завернутые. Либо есть как папсики тоже читос. Это тоже стоит 3,98. Ну, погнали. Я, кстати, не помню. Один раз, наверное, я их пробовала. Не факт. Вау. Короче, у мексиканцев есть такая приправа. Такая приправа идет в гуакамоле. В принципе, можно добавить и в сальсу. Какая-то там специя. Ох, как мне нравится. Ну, не кардамон. Очень, очень. Вот, мне кажется, в плов тоже идет такая специя. Мне нравится. Блин, ребята, это вкусно. Цвет, кстати, обычный коричневый цвет. Ну, чуть-чуть, наверное, что-то подкрасили. Кукурузный. Вкус самой чипсины. Сверху, ну, понятное дело, соль. Большое количество соли и специи. Ну, кстати, здесь написано чили-чиз. Остреньки я не чувствую. Сыр немножко чувствую. Но вот именно специи, вот прям мексиканский вкус. Мне нравится. Ну, и по объему, да. Примерно так же, как и все. 3,98. Одинаковый объем. Ну, вот это, кстати, мне понравилось. В отличие от тех чипсов. Итак, следующее. Это было в списке, как бы в интернете было в списке. У меня дома уже была такая упаковочка. Я знаю, что их можно купить вот так отдельно. Называется это Trail Mix. Это смесь орешков и M&M's. Это типа на выход. Ты когда куда-то идешь в поход. Как бы орешки, они достаточно калорийные. M&M's он сладкий. Сразу быстро поднимается сахар. Появляется энергия. Достаточно продуманно. И я вместе с этим хочу показать еще. Это вот такие батончики в Америке. Вот этот бренд, кстати, я очень часто вижу. Тоже ореховые батончики. Тоже удобно взять с собой куда-то вот так, если идешь на trail. И вот такой здесь прямо написано протеин. Но это peanut butter батончик. Peanut butter dark chocolate. То есть шоколад плюс арахис. Достаточно часто я вижу именно вот эти батончики. Есть и другие бренды. Просто вот как бы подзарядиться. На кастах разные цены. Если в интернете смотреть, есть сразу упаковки, где много таких пакетиков. И цены там 25 баксов, 30 баксов. Я написала как бы 2-3 доллара. Примерно, наверное, за такой маленький пакетик. Может, доллар 98 будет. Тут есть типа такая маленькая штучка, с которой надо открывать. Такая, знаете, засечка. Но она не открывается. Вот так пошел в поход. Без ножа. И остался голодный. Я возьму ножнички. Несчадно. Удобно, что идешь. Как бы все продумано, в принципе. Просто как снэк. Взял, достаешь. Тут, кстати, еще есть изюм. Вот так выглядит. Здесь получается M&M съесть с орешком. M&M съесть, которые просто шоколадные. Очень много миндаля. Немножко кешью. И изюм. А, ну и арахис. Конечно, куда без арахиса. Ну, давайте попробуем сначала изюм. Ну, почему-то кислый. Ой, соленый. Может, орехи соленые? Просто, видите, он в чем-то. Ну, и давайте попробуем кешью. Тоже соленое. Неудобно, когда делают соленое. Походе особенно. Может, и пить захочется сильно. Не знаю, спорно, конечно. Но мы такое брали. На перекус даже в машину положить. Жил быстренько. Но, опять же, единственный минус, что реально здесь такая засечка. А упаковка спаяна очень сильно. То есть, как бы вот так ее не разорвешь. Если по засечке ты не смог открыть, то останешься голодный. Итак, мы приближаемся к топ-5. Не могу сказать, что все из этого в моем топе. Что-то я из этого не пробовала. Но, согласно интернету, это в топе. Следующее. Это ститос. Я взяла вот такую сальсу. Я сделала большую ошибку. О чем я говорила? Вот здесь на крышке написано medium. Есть medium, есть mild, а есть hot. Hot это вообще. Я не пробовала. Но для меня даже medium острое. И я думала, я беру mild. Ну, ладно. И этой же фирмы есть вот такие вот кукурузные чипсы. Но за пачку почти 4 доллара они просили. По вкусу, что то кукурузные чипсы классические, что это кукурузные чипсы. Они делают разную форму. Все тоститос есть там как такая ложечка такая рифленая, красивая. Есть треугольничками, есть кружочками. Вот это просто классическая тортилья. Мне вот такие больше нравятся, честно, чем вот такие. Итак, вот такая пачка чипсов стоила 2 доллара 14 центов. А вот эти вот тоститос стоила 3 доллара 48 центов. Ну, я надеюсь, она не будет сильно острой. Сальса это просто томаты со специями, с перчиком. В общем, да, вот здесь вот чесночок нарисован, халапеньо нарисован. Я, кстати, видела недавно, как парень делал сальсу сам. Так аппетитно выглядело. Итак, ну давайте пробовать. Очередные чипсы. Форма, кстати, разная. Знаете, здесь продаются свежие тортильи. Они вот такие кругленькие. Это просто нарезанные вот так на 4 части тортильи. Они со специями и просто обжаренные в масле. И их, естественно, съедают много. Ах, мне попался халапеньо. Ну, давайте я халапеньо уберу, потому что оно будет очень острое. Остро. Перец догоняет. Первый раз, когда я пробовала, мне показалось, что сильно остро. Одну чипсинку съесть нормально, но вот так целую, ну не то, что банку, но просто сидеть и вот так есть. Оно прям остро. Интересно, конечно, теперь попробовать, которое hot называется. Кстати, у этого же бренда есть очень вкусное гуакамоле. Тоже в такой банке. По составу я, честно, не знаю. Оно просто зелененькое, тоже чуть-чуть остренькое. Оно как будто немножко с майонезиком. Очень вкусно, но не настоящая гуакамоле, понятное дело. Ну, вот это, кстати, сальса. Вкусно, но остренько. Я бы лучше взяла mild. На пятом месте вот такие goldfish. Это радость редкостная. Я не стала покупать, у меня дома были вот такие две пачки маленькие. Они обычно стандартная пачка небольшая. Очень много американцев и наших приезжих дают вот такое детям. Стоит стандартная пачка 2 доллара 58 центов. Дети любят, потому что это рыбки. В принципе, привычные для России рыбки обычные. Они просто как солененькие крекеры. Как бы приемлемо. Но здесь очень яркий цвет. А, кстати, чеддер. Какие-то я когда-то пробовала. И они были гимозные. Капец. Детям бы я такое лучше не давала. Потому что здесь, очевидно, состав плохой. Плохое масло. В принципе, если можно давать не вот такие крекеры, а есть обычные pretzels. Это типа кренделечки. Они чуть-чуть с солью. И там нет никаких красителей. Ничего такого. Эти. Вот, кстати. А вот эти вот рыбки. Только сказала. А вот эти рыбки называются pretzels. Давайте их тоже откроем. А, ну вот-вот. Ну, короче, придумали они. Типа pretzels. Только в форме рыбки. Просто в чем фишка? Вот эти чуть ли не растворяются во рту. И именно естся, мне кажется, почти нереально. Поэтому дети могут их съесть очень много. Вот эти. Они хрустящие. Они не такие химозные. Состав здесь чуть меньше. Я бы не ставила это в топ-5. Но это достаточно популярный снэк у американцев. И именно у детей. Очень часто дают детям. Четвертое место. Это almond joy. Вот это я люблю. Вот это замена баунти. Bounty. Потому что здесь я не видела баунти. Есть только в русском магазине, естественно. Вот такой маленький батончик стоит 98 центов. По мне цена вообще отличная. Есть наборчики. Здесь, кстати, вот так две штуки. В принципе, как и у Bounty. Они немножко меньше, чем Bounty. Потому что у Bounty такая прям плюшечка. А эти сейчас покажу. О, кстати, прикольно они сделали. Смотрите, тут в упаковке вот такая штучка. Па, хотела открыть, вам красивенько показать. Прилипла почему-то. Странно, чего она липкая? Короче, вот такая картоночка. И здесь сверху они положили, из-за того, что здесь написано almond joy. Здесь помимо кокоса, здесь еще есть миндаль. Ну давайте одну я вот так разломлю. В принципе, как обычный Bounty. Просто кокос с молочным шоколадом. И мне чем-то напоминает, кстати, Рафаэлла. Потому что там тоже кокос, орешек, но здесь молочный шоколад. Очень вкусно. Вот из-за того, что здесь нельзя найти Bounty обычный. Вот это очень вкусно. Я люблю Bounty. Одно из моих любимых шоколадок. И вот это вообще топ. Давайте пока не дошли до тройки лидеров, я расскажу. Это White Candy Macadamia Nut Cookie. С белым шоколадом, с орешком макадамии. Печеньки. Вот такое здесь видно сразу и белый шоколад, и макадамии. Есть разные бренды. Очень вкусно. Я почему показываю? Это одно из моих любимых печенек. Очень вкусно. В России я такое не пробовала. Возможно, оно есть. Потому что сочетание классное. Как обычное sugar cookie, только с начинкой. Вот именно это сочетание, оно сладкое. У меня там много сахара, много непонятных ингредиентов. Вот если выбирать sugar cookie, chocolate chip cookie, или там raisin oatmeal raisin, то вот это вот, конечно, намного вкуснее. И необычный макадамии, белый шоколад. Для фанатов белого шоколада. И тройка лидеров. На третьем месте это называется Chex Mix. Название говорит о том, что здесь микс. Здесь есть corn checks, round prezels, wheat checks, fried chips, square prezels, bagel chips, squeegee, breadsticks. Семь видов. Написано, что на 60% меньше жира. Цена 1.78$. Вообще идеально. И цена отличная. И в сравнении с обычными чипсами прикольно. Ладно, давайте вот так покажу. Что тут есть? Вот так оно все выглядит. Такой сухарик, такой сухарик. В принципе, они типа как багетики такие маленькие нарезали. Вот такие. Она сильно соленая. Давайте вот это попробуем. Не сильно соленая. Здесь как бы баланс prezels будет не сильно соленый. Вот это вот соленая. И мне нравится по составу. Я, кстати, хочу еще пробовать. Вот он, prezels. Есть вот такой. Breadstick. Ну да. Типа просто разная форма prezels. Вот такой кружочек. Ну да, о чем я говорю. Это не сильно соленые. Те подушечки соленые. Идеально. Цена, качество. Вообще супер. И этим быстро наешься. Ну и тадададам. Наши финалисты. На втором месте я ни разу не пробовала. Это Reese's. Все здесь рекламируют. Это вот здесь прям нарисовано. Two peanut butter cups. Кстати, забыла сказать. Вот такая маленькая стоит 98 центов. Там еще были разные наборы. И очень часто, кстати, вот такие маленькие попадаются. Но их еще продают в больших таких пачках. Там прям 16 штук и больше. Естественно, дороже. Но я решила взять маленькую. Потому что я не уверена, что мне понравится. Потому что это peanut butter. Выглядит вот таким образом. Две чашечки. Открыла сразу. Сразу чувствую запах арахиса. Вот так они здесь в упаковочке. Ну, кстати, удобно сделали. Что сильно руки не пачкаешь. Давайте первую я разрежу. И так. Ну вот обычная. То есть внутри peanut butter такая. Она прям тает в руках. Типа как халва. Я могу так сказать. Просто из ореха. Будет сладко. Я уверена. Кстати, мне нравится. Центр мягкий. Солененький. Шоколад там сладкий. Ну, прикольно. Я не любитель арахиса. Но вот это прикольно. Ну, в принципе, купила, значит съем. Не то, что это такая гадость, что я ее выкину. Ну и самое последнее. Это чипсы kettle. Самые дорогие чипсы, которые вот из сегодняшнего списка. Эти чипсы стоят 4,28. Я выбрала вкус Honey Dijon. Это дижонская горчица. Ну, с медом. Эти чипсы, они классные по составу. Они плотные. Вот они, если сравнить с другими. Или с чипсами Lace. Чипсы Lace, они достаточно тоненькие. И они прям вот так даже пальцем надавишь. И они сломаются. Эти. Они такие плотные. Я вот еле даже сломала. Хрустящие. За счет меда сначала чувствуется сладость. Медовая. А потом горчица. Вы знаете, пробовали дижонская горчица. Она не острая. Просто именно привкус вот этого горчичный. Очень вкусные чипсы. Они не сильно полезные, потому что понятно, что это картошка, жареная. Но они по составу... Состав хороший. Если из всех чипсов сравнивать, вот это, наверное, самые лучшие. Но! Сейчас покажу объем. За 4,28. Пачка в два раза больше, чем вот реально наполнение. Ну, честно, я бы, наверное, лучше купила чекс-микс, чем чипсы. Но если иногда хочется, то лучше взять хорошие. И они в самом топе. Ну и давайте подведем итоги. Из всего многообразия снеков достаточно много кукурузных чипсов, картофельных чипсов, какие-то сладости. Не могу сказать, что здесь было что-то прям необычное. Но пишите обязательно в комментариях. Очень много разных чипсов, разных вкусов, разных снеков. Я вчера, когда пришла в магазин докупать снеки, которых не хватало для обзора, на самом деле глаза разбегались. Даже конфеты, печенье, сладости. Очень много всего. Так что, если вам интересно, обязательно ставьте лайки. Потому что по вашей обратной связи я буду делать вывод продолжать мне такую рубрику. Не продолжать. Так что, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Ну, а вывод какой? Из всего многообразия, честно, вот за сегодня мне запомнились вот эти арахисовые... Ну, арахисовая закуска, короче. Ох, ребята, реально. Вот из всего что-то, что я уже пробовала из снеков, и что и так входит в мой топ, там, алманджой, какие-то чипсы, там, эти кеттл и так далее. Но вот это я не делала на это вообще никакие ставки. Вот это меня прям удивило. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok